Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур! Вы смотрите прохождение Black Mesa, той самой долгожданной модификации ремейка первой части Half-Life на движке, собственно, Source. Сегодня был безумный день, я праздновал день рождения, но сейчас вечером пора за работу. Очень много запросов было на эту игру, поэтому давайте начинать. Мне просто не терпится за неё взяться, потому что это просто какой-то кошмар. Пришлось пройти, чтобы скачать сервера, на которых, собственно, раздавалась эта игра. Тупо рухнули от бешеного наплыва, желатели поиграть в неё. Но, тем не менее, у нас получилось. То есть, мы заполучили игру, давайте начинать. В игре, надо сказать, нет русского языка, поэтому не думайте. То, что вот эти надписи, это просто игра требует Source SDK 2007 года, либо какую-либо из установленных игр на этом движке. А они у нас уже давным-давно русифицированы. Блин, сколько воспоминаний. Я в эту игру не играл, наверное, года с 98-го, когда она вышла. Но тогда она произвела на меня просто незабываемое впечатление. Ну да. Офигеть. Так, ну и мы на отправной точке. Я помню, помню, что-то такое, да. Ребята отдыхают. Барни? Барни, это ты? Ладно, мы пока его не знаем. Ну размеры обалдеть просто, да? Обалдеть, сколько лет прошло. А игра по-прежнему цепляет. Ну понятное дело, чтобы игра цепляла вот прям так, это нужно быть безумным фанатиком серии, но все мы в какой-то мере ими являемся. С ума сойти. Уровень проработки всего, конечно, просто поражает. Сколько эту игру делали? Где-то, наверное, лет пять, даже больше. Порядка шести лет. С ума сойти. Сколько это отняло у них времени. Но работа на самом деле просто штучная. И при этом за игру не требуют денег. Это модификация. На данный момент, насколько я знаю, она не доделана целиком. То есть прекратится на... По достижении измерения Zen. Остальное выводит в виде ДЛЦ чуть позже. Что-то у ребят кратит там. Это у вас ракеты, что ли, баллистические тут? Обалдеть. Это мы удачно заехали, похоже, да? В случае ЧП... Тихо. Добрый день. Ой, понятно. Блин, я как будто попал в аттракцион, о котором мечтал с детства. Просто вдумайтесь, да, какие размеры у этой станции. Это же просто обалдеть. Так, ну хорошо. По ощущениям, она где-то в пустыне Невады находится. А мы едем глубже. Прямо всплывает. Всплывает из памяти. Вот эти моменты... Сумма сойти. Так, ну ладно, собрались. Все. Хватит поражаться. Давайте маленько проникаться атмосферой. На самом деле, масштабы всего этого давят, да? Ощущаешь себя просто насекомым. В случае чрезвычайной ситуации воспользуйтесь этим молотком, чтобы разбить стекло. Ну это не совсем молоток, конечно, но вы поняли. Откройте, пожалуйста. Я на работу еду. Спасибо. Смотри, гермодвери. Да. Сдается мне, такие взрыв тактического заряда чуть ли не направленный выдержат. Ну комплекс очевидно военный, очевидно научный. Здесь у нас разрабатывается проекта для оборонки. Налево или направо. Объект Гордон Фриман. Мужчина, возраст 27 лет. Образование. Теоретическая физика. MIT. Помощник исследователя. Вернее, как у помощника исследователя. Занимается по материалам. Доступ третьего уровня. Ой, что-то прям так громко меня это сбивает в смысле. Короче, работает с нестандартными материалами. Научный работник среднего звена. Ничего себе, махина. Давайте посмотрим на нее. Обалдеть. Да это же... Жука и олень напоминают. Ну, надо сказать, впечатляет это все. Вентиляция в таких системах должна быть просто огромной. Представьте, такие объемы продувать. Это же... Натуральный отдельный город. Бандура. Бандура. Кто это? О, тут у нас производственная авария. Надеюсь, эта капсула герметична. Прибываем в сектор С. Судя по всему, это наша остановка. Да-да-да, помню фирменная одежда охранников. И ее ни с чем не перепутаешь. Не, ну просто вдуматься. Это какой объем работ проведен именно, чтобы воссоздать это все? Я при том, что, честно говоря, совершенно не помню, что тут было. Ну, я помню в общих чертах. В отличие от второй части, которую я перепрохожу, наверное, пару раз в год. Первую часть я как прошел в 98-99 году. Так, собственно, до нее руки как-то и не доходили. Да, я опаздываю. Кстати говоря, давайте субтитры включим. Это, я думаю, будет явно не лишним. Так, субтитры диалогов. Мы маленько опаздываем. Нам влетит от начальства. Так, почему нет диалогов? Тут рассказывает про то, что... Так, подожди. Да, ой, что ж такое? Так, пожалуйста. Это же просто обалдеть, да? Какие системы безопасности здесь. На самом деле, хоть штурмуй, хоть что делай. И если тебя не захотят впустить, ты не войдешь. Добрый день. Он сказал, что я отрезал себе хвостик. Ну, то есть, косичку. У Гордона была косичка. Хорошо. Здравствуйте. У него сообщение для меня, но у него система упала 20 минут назад. Он не может с этим ничего сделать. Да, один из тех дней. Проблема во второй капсуле. Какие-то там сказали, чтобы охранник убедился, что я туда продвинусь. Попробуй, говорит, нажми Ctrl, Alt, Delete. Да хватит, говорит, у меня на плече постоять. Я, говорит, чувствую себя некомфортно. Привет. Как дела? Так, простите, я тут у вас маленькая... Так, извините. Все как было, хорошо. Вот эти линии, они не просто так, они для того, насколько я помню, чтобы ориентироваться. То есть... Доброе утро. Доктора Клейнера тут нет нигде. Это у вас серверная, насколько я понимаю. Посмотрите. Фриман, говорит, все-таки появился. Похоже, говорит, кто-то мне проиграл завтрак. Ты проиграл, что ли? Лабораторные заметки. Но никакой особо важной информации, да? Это что? Интересно, вот на такой аппаратуре для чего может понадобиться такой вот... Как это назвать? Джойстик. Ну ладно. Пойдемте уже на свое рабочее место, нас ждут. Так, аномальные материалы... Ну, по лаборатории, то есть исследования, разработка. Доктор Фриман, report to Anomalous Materials Test Lab immediately. Доктор Фриман сказали, пожалуйста, отметьтесь в лабораториях по исследованию нестандартных материалов. Яйцеголовые разговаривают на интересующие только их темы. Настолько это все напоминает ЦЕРН и... Холодно тебе? У вас тут кондишн, что ли? А вообще под землей, просто представьте, должно быть очень холодно на такой глубине. То есть система обогрева, это все должно работать на полную катушку. Вот тут-то, я думаю, об этом позаботились, да? Посмотрите, сколько бабок бухано во все это. Так, хорошо. Кстати говоря, по-моему, я не в ту сторону пошел. Доброе утро. Здрасте. Так, тут у нас ничего. Так, валим. Мы испортили их пищу. Это печально. Почему нам нужно надевать эти галстуки? Так. Туалетной бумаги нет. Сейчас я тебе принесу, дорогой. О, спасибо, Господи! Мне за это ачивменты еще дали. Давай, удачи. Удачи тебе с твоей туалетной бумагой. Блин, я уже обожаю эту модификацию. Я ее еще до выхода, конечно, обожал. Ну, что ж пойдет. Это... Это ребенок Фримена. У Фримена есть сын. С ума сойти. Я уже узнал, то есть, в начале модификации, что, во-первых, у Фримена была косичка, оказывается, и он ее как раз сострик. За день, да, того, как все это началось. И, во-вторых, что у нее ребенок есть или, я не знаю, он, наверное, не хранит фото случайно какого-то ребенка там. Наверное, это его ребенок все-таки. Это, надо сказать, сюрприз. Я не помню, в оригинальной игре это было, нет? Я вообще оригинальную игру не скачу, чтобы помню. Так, ну вот и вон. Родной наш костюм. Кстати говоря, в игре просто офигительный саундтрек. Его можно скачать отдельно на сайте игры. И, надо сказать... Хорошая музыка. Короче говоря... Вам сейчас нужно идти в другое крыло. Или как, или сюда. Да, похоже, нам нужно возвращаться в то крыло. Короче говоря, саундтрек мало того, что сам по себе великолепен. И находится в свободном доступе. За нее не просят деньги. Хотя он их определенно стоит. Как и вся эта модификация. Кстати говоря, она скоро появится в стиме. Какого-то доктора просит позвонить кому-то. Но, короче говоря, он еще и выдержан именно в духе саундтрека оригинальных игр серии. Но в данном случае, я не помню, в первом Half-Life был вообще саундтрек. Нет? По-моему, не было. Но вот Half-Life 2 и саундтрек Black Mesa, они идеально просто попадают в одну и ту же категорию. То есть, и по стилю. Так, ребята, вы меня не пустите сюда, да? Здравствуйте. Я-то пройду эту дверушку. Ты открой, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Так, ну пойдемте сюда. Тут у нас, по крайней мере, что-то. Лидерство. Ответственность. Так, короче говоря... Инновации. Очень гордятся, они своей работой, похоже. А нам, тем не менее, нужно... Вниз, похоже, ехать. Ой, что будет, ребята? Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это добро мне кончится. Но все равно, просто с ума сойти. Игра ощущается как полноценный, полностью новый проект. Это, на мой взгляд, прекрасно. Но, может, это еще потому, что я оригинальную игру вообще не помню. Я помню, что что-то произошло, и потом всю игру шарахаешься по этой Black Mesa. И что в итоге это одна из трех моих любимых игр. Настолько она мне врезалась в память. Я просто очень рад, что я не помню досконально. Так, над чем работаете, господа? Судя по всему, действие происходит где-то как раз в 98-99 год, потому что ЦРТ, мониторы, пузатые техники, не сказать, что вы особо продвинуты, да? Я не помню по... То есть... По вселенной Half-Life. В каком году происходит, собственно, этот... Каскадный резонанс. Ботаны. Добрый день. Да, я готов еще к одному рабочему дню трудовому. На чем вы работаете? Это ты, Кляйнер? Нет, это похоже не ты, но похож. Ой, 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 тихо. Ну ладно, я подумал, может мне ачивмин дадут. Он там жалуется, что у них все инструментарии полностью отказывают сегодня. Ну что ж, поделаешь. Что за книга? Непонятно. Здравствуйте, господа. Кляйнер! Кляйнер, смотри, не седой. Они погрузили, собственно, образец в воспитательную камеру. Администратор очень был требователен и просил нас, собственно, продвигаться в эксперименте. Мне пора двигаться в тестовую комнату. Кляйнер, ты... Ты совсем не изменился ко второй части. Только посидел. Ладно, работайте. Не буду отвлекать. Привет, Элай! Элай? Элай Венс. С ума с... Так, ребят, вы... Вы бы напряглись маленько. Элай Венс с целой ногой. Да, сегодня у вас тут по всей базе творятся какие-то... Непонятные... Баги. Как там твоя дочка? Алекс. Вырастет из нее. Хороший человек. Так, ну ладно, нам нужно продвигаться к тестовой комнате, а вы тут разбирайтесь своим оборудованием. Блин, с ума сойти. Установки, конечно. Сколько, интересно, надо тут все электричество жрет. Уровень радиации зашкаливает. Тебя это не беспокоит особо, да, я смотрю? Вы тут экранированы. Извините меня, Гордон, но я довольно занят. Да, я вижу, что ты занят. Добрый день. Ты делаешь очень интересную работу здесь. Реально? Пусть это кнопку, прыгай вверх. Пусть это. Не хотят они со мной особо разговаривать. Похоже, работа у них действительно важная. О, там ты. Привет. Все люди смотрят тебя, hombre. Ты у нас латинос, что ли? Ну, ладно. А, вот он. Так, ну что, господа. Сегодня решили обойтись без стандартных процедур. Теперь у нас чистейший образец того, что мы испытываем. Они уверяют, что все будет хорошо. Ну, и второй говорит, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. И что, пойти что-то не так, практически, ну, невероятно. Господа, я войду, пожалуй. Ну, вот и оно. Та самая комната. Как будто и не было этих... 13 лет, обалдеть. 13 лет прошло с тех пор, когда мы в первый раз сюда входили. За это время уже новое поколение геймеров успело вырасти. Ой, ну что ж ты шумишь-то? Все в порядке. Что мне делать? Костюм нас защитит. Сейчас нам доставят образец. Мне нужно подняться и запустить роторы. И следовать инструкциям, пока образец не прибудет. Так, ну что, давайте разбираться. Адская машина. Так, дальше они сами. Ёлки. Это Абдува запущен. Мы, говорит, не знаем, насколько долго это продержится. Работай настолько быстро, насколько можешь. Это, наверное, говорит, не проблема, но я замечаю тут какие-то неполадки. Ну ладно, это мелочь, говорит. Образец готов. Сейчас будет подниматься. Подойду к системе доставки. Стандартная инсеркция. Не стандартная специфика. Ну... Ну, конечно же. Конечно же, все пошло не так. Так, прячемся. Надо сховаться куда-нибудь. Ребята. Валить, по-моему, надо? Нет? Ой. Твою дивизию. Нет, я, конечно, знал, что это все произойдет, но... Вартигонты. Вартигонты, как вы могли видеть, у них на запястьях и на шеях какие-то непонятные... Ошейники на руче. Непредвиденные последствия. Отлично. Уходим отсюда. Так, я могу закрыть дверь? Нет? Так, ну и что, давайте на этом завершим первую серию. Сегодня же вы увидите вторую, но нам нужно убираться отсюда. Как видите, модификация... Вернее, это не модификация, это ремейк первой части на движке, второй. Выполнен просто на высочайшем уровне. На уровне, собственно, оригинальных игр серии. Это, на мой взгляд, прекрасно. Я очень рад, что взялся за это прохождение. Надеюсь, рады прохождению вы. Да я уверен, что рады. Слишком много запросов было на эту игру за последние пару-тройку дней. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok